Дорогие братья и сестры, сегодня хочу себе в первую очередь и всем вам напомнить о благодатном дне, который вот-вот наступит, который называется Днём Арафа. Согласно комментариям многих учёных, Днём Арафа этот день назван, потому что именно в этот день наш праотец Адам воссоединился, узнал о своей супруге-спутнице Хава. И этот день, о котором посланник Аллаха во многих своих хадисах нам рассказал. И хочу сегодня вместе с вами рассмотреть эти хадисы, изучить, ознакомиться с ними для того, чтобы встретить этот день достойным образом и войти в число тех, кого Всевышний Аллах облагодетельствует в этот день своей милостью, своим прощением. Яум Арафа – это девятый день месяца Зульхиджи, а в этом году это получается 19 июля. Этот день является желательным для поста, очень желательным для соблюдения поста, если мусульманин в этот день не находится на хаджи. Для тех людей, которые не на хаджи, этот день является суммой для поста. День этот примечателен в первую очередь тем, что он входит в число дней месяцев хурм, дней запретных месяцев, о которых Аллах в Священном Куране говорит. Воистину, количество дней возле Аллаха 12 месяцев, говорит Всевышний Аллах в книге Господа, в книге Всевышнего Аллаха со дня сотворения небес и земли. Из этих месяцев четыре запретные, четыре хурм, говорит Всевышний Аллах. И Зульхиджа входит в число этих четырех месяцев. Также день Арафа примечателен тем, что этот день входит в число дней хаджа, величайшего поклонения Всевышнему Аллаху. Входит в число дней месяцев хаджа, где Аллаху Тааля говорит, «Ал-Хаджу Ашурум Алюмат». Хадж — это известные месяцы, говорит Аллаху Тааля. А день Арафа — один из дней этих месяцев, в которых Всевышний Аллах таким образом восхваляет в Священном Писании и говорит, «Азу Билляху Амин Шедонир Рожим, «Лия шагаду мана фи'аляхум, а язкуру смаллахи фи айямим ма'люмат». Для того, чтобы они приняли пользы, уготованные для них в эти дни, и поминали имя своего Господа в известные дни. Также примечательен этот день еще именно тем, что он входит в число тех десяти ночей, которыми Всевышний Аллах поклялся в Священном Куране и говорит, «Азу Билляху Амин Шедонир Рожим, «Валая лин ашр, я клянусь десятью ночами», — говорит Аллаху Та'ала. Посланник Аллаха салли Аллаху алейхи васаляма также восхвалил все эти числа, числа Зульхиджи, первые десять чисел Зульхиджа, и сказал, «Ма мин амалин азка инда Аллахи аззава жалла, вала азаму аджран мин хайрин и амалуху фи ашрил адха». Нет более полноценных деяний перед Всевышним Аллахом и более превосходящих в награде, чем те, которые совершает раб в десять дней адха, сказал посланник Аллаха салли Аллаху алейхи васаляма. Когда у него спросили, а разве и с джихадом не сравнятся эти деяния, спросили у посланника Аллаха салли Аллаху алейхи васаляма, посланник Аллаху алейхи васаляма ответил, «Валя льжи хаду фи сабили Аллаху алейхи васаляма». И даже джихад на пути Всевышнего Аллаха не сравнится с благодеяниями в эти дни. «Илля раджу лун хараджа бинавсихи воналихи, фалям ярджа амин залика бишай». Кроме того человека, который отправился на этот путь, на путь самопожертвования, на пути Всевышнего Аллаха, и который не вернулся ни со своим имуществом, ни со своей жизнью, то есть который отдал целиком самого себя и все свое имущество на пути Всевышнего Аллаха. Этот день еще примечателен тем, что именно в этот день Всевышним был ниспослан аят к нашему посланнику Аллаха салли Аллаху алейхи васаляма со словами «Сегодня я для вас восполнил вашу религию и восполнил вам мои блага и доволен для вас религией, в качестве религии только исламом». То есть это день-день восполнения Всевышним Аллахом этой религии. И очень важным деянием для каждого из нас, желательным деянием является пост в день Арафа. Да, и все остальные дни с первого числа Зульхиджи являются желательными для поста, но день Арафа является особенно желательным, ибо об этом сказано в хадисе посланника Аллаха салли Аллаху алейхи васаляма. Он сказал такое об этом посте, что этот пост может упустить только беспечный из нас. Посланник Аллаха салли Аллаху алейхи васаляма, когда у посланника Аллаха салли Аллаху алейхи васаляма спросили о посте в день Арафа, он ответил, «Юкавфирус сэнаталь маазията вас сэнаталь кабилята». «Воистину пост в день Арафа станет искуплением грехов прошлого года и последующего года», сказал посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассаляма. Одним из особых достоинств этого дня является то, что посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассаляма выделяет этот день для мольб и обращений ко Всевышнему Аллаху с нашими просьбами. посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассаляма сказал «Хайру الدعاء дуаау ёвми Арафа». «Лудше из молб, мальба диняя Арафа» сказал посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассаляма. Слава саллиллаху алейхи вассаляма говорит в этом хадисе Лучшая мольба – мольба дня Арафа и лучшее, что произнес я и пророки до меня – это «Ля Иляха Илля Аллах». Нет божества достойного для поклонения, кроме Аллаха, одного Его, нет Ему сотоварищей, Ему принадлежит владычество, царство, Ему вся хвала и Он всемогущий. Согласно другому хадису посланника Аллаха, сказано, что этот день, в котором Всевышний Аллах освобождает от ада наибольшее количество из своих рабов. И посланник Аллаха говорит «Ма мин яумин акфара мин ан ю'тикаллаху фиихи абдан мин аннари мин яуми Арафа». Воистину, нет дня, в котором бы Всевышний Аллах освободил бы от ада наибольшее количество людей, чем в день Арафа. И воистину Всевышний Аллах выражает свое восхищение своими рабами перед своими ангелами и говорит, что желают эти рабы. То есть Всевышний Аллах дарует в этот день тем, кто искренне в своих мольбах обращается ко Всевышнему Аллаху. И в этот день желательно, и не только в день Арафа, и вообще все дни, начиная с первого числа Зульхиджа, желательно чаще повторять такбир слова Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Как можно чаще повторять эти слова в любое время дня и ночи. Да сделает Всевышний Аллах этот день для нас самым счастливым днем нашей жизни, днем прощения наших грехов и приближения ко Всевышнему Аллаху. И дарует всем возможность ежегодно встречать этот день в здравии и с полным сердцем веры во Всевышнего Аллаха. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.